Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. У многих позднейших авторов, особенно греков, сильно ненавидевших Сулу за взятие Афины Перея и массовый вывоз памятников искусства, сохранился рассказ. Будто бы в последние годы своей жизни Сула страдал от жуткой кожной болезни, и его живьем поедали вши. Никакие лекарства якобы не помогали, эти рассказы насквозь лживы. Известно, что Сула почти до самой смерти следил за политической жизнью Рима, часто приезжал в город, не пропускал ни одних игр и театральных представлений, а за два года до смерти познакомился с молодой женщиной, которая стала его последней женой. Если бы у него была приписываемая ему болезнь, он не смог бы вести такой образ жизни. Все эти истории восходят к притче, рассказанной Сулой, который недавно казнил одного из своих сторонников, нарушавшего вновь изданные законы, несмотря на предупреждение Сулы. Вот эта притча. Однажды пахарь, толкавший свой плуг, подвергся нашествию вшей. Он дважды прерывал свою работу, чтобы собрать вшей с рубашки, но вши продолжали его кусать. Тогда он бросил рубашку в огонь, чтобы больше не терять времени на борьбу с ними. После греков с особым удовольствием рассказывали эту легенду французские моралисты и философы. От Монтеня до Камю. Однажды Сула прогуливался по городу. Он уже сложил с себя полномочия диктатора, но встречные люди приветствовали его с глубоким почтением. Кто из искреннего уважения, а кто из страха. Только один неизвестный молодой человек начал оскорблять Сулу и так сопровождал его до самого дома. Сула обычно очень вспыльчиво и спокойно снес все оскорбления, а дома сказал своим приближенным. Дерзость этого молодого человека будет причиной того, что следующие за мной диктаторы никогда добровольно не отрекутся от власти. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ